здравствуйте уважаемые коллеги есть педагогике такой один из незыбливых принципов наглядность обучения есть научность доступность системность еще наглядность обучения почему-то сейчас наглядность стали понимать так что вот я же слайды показываю да следующий слайд пожалуйста следующий слайд пожалуйста там студент не рассмотреть не записать ничего не успевает но вроде как наглядно же обучаю ничего подобного наглядность и другое это можно мелом на доске можно пальцем ты мне объяснить на пальцах чтобы наглядно и часто эта наглядность лежит прямо в карманах ну бывать гуманитарии ну вы же очень много говорите на доске не пишите чтобы опорной к тебе был ось времени для историков лучше запоминается это заметил многих историков и в интернете на лекции читают студенты кладут диктофоны на стол лектору чтобы потом еще раз послушать потому что ничего не фиксирует взглядом то есть на доске они рисуют то есть времени даты так далее какие-то схемы может быть интересно рассказывали увлекаешься но им же еще это надо сдавать им надо прислушать запись еще несколько раз может для себя он будет там писать надо на бумажке чтобы лучше запомнить вот это вот ненаглядность обучения уже научность интересность даже доступно для студентов но не наглядно а от наглядность уложу на семинаре с нашим педагогами говорю на в кармане вас лежит ну вот зажигалка ну все это газовая зажигалка вот там ну там же говорю жидкость это сжиженный газ а какой газ природный какой именно не знаем а здесь пропан бутановая смесь пропана бутан два газа сжиженных у них разная температура кипения в любой температуре на улице в помещении один из них кипит и вот эта верхняя часть заполнена уже газообразным газом так можно сказать вот но давление всегда постоянно на этим слоем от жидкого газа то есть по давлению нельзя определить скажем хоть в баллоне в газом в красном точно такой же принцип пропан бутан вот и ткан поставить манометром давление всегда быть постоянным пока не иссякнет газ а как он например определить что газ кончается можно по весу поставить на весы но тоже неудобно и сколько он там должен весить вот есть там простые интересные изобретения что наклоняется под весом груза когда иссякает газ вот ну и так далее то есть это вот наглядность ну почти у каждого студента в кармане такое если достаньте щелкните да кстати по цвету пламени температуру можно оценить да она же разная здесь температура выше запах газа как говорят да но ведь пропан бутан метану не имеют запах тем не опасно болотный газ или метан когда от шахтах скапливается а как же газом пахнет а это другое вещество метил меркоптан его добавляют именно чтобы сразу почувствовать запах что это опасность газ утекает говорят что-то четыре молекулы мерка меркоптана нужно на кубометр газа чтобы мы обязательно почувствовали дальше от зажигалки прикуривают сигарету да как козьма прудков говорил бросая камни в воду смотри на круги ими образуемое иначе это занятие будет пустой за бабой так вот куря сигарету можете посмотреть дым поднимается и сначала идет такой плотной струйкой а потом начинает клубиться почему то здесь он горячий еще да а вот здесь охлаждается и в теории аэродинамики ламинарный поток переходит турбулентный такой же можно крыле самолета быть при обтекании каких-то летательных аппаратов а почему пока он горячий у него высокая вязкость буквой не обозначается потом он остывает и вязкость становится молекулы как бы уже разбегаются такой завихредный табурлентный поток вот этот стык это критическое число число рейнольца называется скорость на характерный размер и на вязкость потока критически равен 6400 безразмерная величина то есть вот аэродинамика в курилке то есть это все можно вот это есть наглядность обучения а не просто показывать слайды там может еще более непонятно чем в речи еще уважаемые коллеги сразу в продолжение предыдущего сюжета про наглядность обучения ну наглядность должен обеспечивать с ну сам лектор преподаватель а студент воспринимает это но тоже не должен быть таким пассивным что объектом обучения лекция тоже активный процесс взаимно активный кто-то говорит но и вы должны активно воспринимать и просто слушать и записывать но может еще не поздно все таки еще первый семестр для первокурсников прошел надо уметь и учиться писать лекции иногда вот смотришь этот конспект оставили студенты на там написано только то что я продиктовал под запись да это что нарисовал на доске и больше ничего это не конспект надо себя какие-то мысли пометки делать хорошо бы еще по субботам просматривать конспекты что-то из учебника добавить спросить там коллегу что-то непонятное тогда к сессии вы почти готовы уже они то открываете какой-то ужас там написан хотя сам писал весь семестр ничего не понимал так вот это надо что это уметь стремиться к этому там всегда вот первокурсник говорю бросьте эту школьную привычку рисовать на лекциях по линеечке некоторые девушки на успевают или еще по линеечке еще цветом выделяют все это вот есть начертательная геометрия там и лектор приходит с циркулем с линейкой там надо линейки стрессовать теоремы начередательной геометрии все это с доски переносить себе а вот там физика все остальные предметы а так четко раз так график так формула никаких линеек и их циркулей сразу вот это да ну сейчас уже ушло в прошлое когда-то некоторые студенты пробовали освоить стенографию чтобы записывать лекции прям дословно на мартышкин труд кинограмму надо еще раз расшифровывать вы еще раз будете читать что еще раз записывали в виде текста зачем это делать мы сейчас у диктофона кто-то использует ноутбук я только один раз аспиранта видел в кхты когда на лекцию умудрялся за мной записывать прямо на ноутбуке ну скоро божьи так студента будут делать может быть но пока все-таки пишут тетрадях конспектах и вот здесь у твои важном такие вещи ну знаете вот как сидеть на лекции вот представьте что вы на экзамене да вот будете сдавать эту тему и как бы шпаргалку себе уже пишите ну не ту маленькую а прямо тетради шпаргалка как бы с точки зрения а как я это перескажу да как это лектор объясню он попросит пример привести а я забыл так запишите этот пример то бывает студент записал к ним там теорему определение то что продиктовано лектор приводит пример а студент сидит и любует с этим примером как здорово вносит вылетает в пространство он же вас просят на экзамене приведите пример докажите а вас далеко и пометки нет так надо записывать поэтому лекция такой очень активный процесс с точки зрения студента нам не живой ксерок сидит и переписывает можно в конце концов распечатать конспект лектора всем раздать и все перестанут ходить на лекции у меня лекции есть все ужас вот а когда ты активен на лекции интересуешься просто задаешь пытаешься писать шпаргалку для себя начинаешь мыслить до когда эти полтора часа быстрее даже прилетают когда ты живой ксерос конечно очень нудное занятие долго тянется время все смотришь на часы вы на часы пришли смотреть университет или чему-то научиться так научитесь в первую очередь писать конспекты и активно работать на лекции у вас все получится уважаемые коллеги я вот заметил сейчас как в обиходе интернете особенно но такое слово стало очень популярным артефакт чуть любую штыкови называют артефактом когда-то было археологов ну принято артефакт то то что мы откопали это чё природный кой-то камень или все-таки обработанным человеком но артефакт слушал означает арт искусство факт факт для искусственный факт и вот в археологии с камеры это артефакты найдены это явно сделано человеком искусственно это не природное какое-то образование но артефактом чуть ли не все начнет называть какие-то странные вещи и прочее но есть еще и научные определения в науке да экспериментальной психологии скажем артефакт так искусственный факт неправильный то есть мы в эксперименте что-то не учли и получили ложный вывод артефакт это вот как бы недопустимо в науке в серьезных экспериментах получать артефакты допустим мы вот обучаем человека там кого-то компьютерной игре и вот у него там одну группу кормим шоколадками а вторую не кормим ну какие-то серии экспериментов проходят и вдруг мы делаем вывод тех которых кормят шоколадками но они успешнее и быстрее обучаются там или быстрее достигать каких-то результатов там в этой игре не учится такой факт что есть просто обучаемость человека после многих проб он лучше начинает работать делать играть там так далее получать результаты просто тренированность воспитывается а мы делаем ошибочный вывод шоколадка там помогает этой деятельности для обучения она не помогает артефакт или ну не сравнительно недавно прочитал интернете такой гордой статья два американских университета участвовали студенты где группы студентов они должны были решать головоломки вот одну группу ну просто дали задание головоломки без всякой подготовки они решили результатки сделали а вторую группу начал настраивали you can it ты сделаешь ты можешь это вот их накачивали этим прочее там тоже дали головоломки оказалось что лучше решили задачи те которых никак не подготавливали ну и сразу все мерз до небес вот сеть накачка прочь антока мешает вывод сделал и только в конце покой вывод 2 университета участвовала группа студентов сумме 50 человек 25 в одной группе 25 другой может они из разных университетов это уже вызывает сомнения может их там было перемешать а мальчики девочки там когда белые негры национальности возраст называется рандомизации групп надо предельно группы сделать одинаковыми по возрасту там по полу по расе и так далее тогда их можно сравнивать и знаете 50 человек выборка это для курсовой работы по психологии экспериментальной психологии это мало зачет не подставит а тут на весь мир всем верст до небес аж в интернете мы сделали новое открытие америка почти что британские ученые знаете уважаемые коллеги вот говорят точность вежливость королей но вообще-то точность вежливость любого человека и обязательно короля вот помнится еще в советское время спектакль был то ли не помню фильм ну там у нас часто были такие производственные пьесы производственные фильмы и вот какое-то совещание там назначено на заводе что ли приходит человек время прошло 15 минут уже прошло еще не совещание как бы еще не начинается заходит человек то как здорово прямо вовремя пришел к себе воспитал привычку приходите через 15 минут после назначенного времени и никогда не ошибался у нас никогда совещание вовремя не начинаются но вот я сейчас заметил на эти ну как по долгу службы общественной деятельности ну приходится бывать на разных серьезных совещаниях министерствах в аппарате бенета министров аппарате правильного президента на президентском совете и вы знаете все секунда в секунду практически начинается подготовленные решения все вещи вот всегда можно гарантировать доцом позвонить вот меня сейчас там совещание там через час я буду вот недавние времена нельзя было гарантировать болтологии шла бесконечно совещание сила затягивались не начинались вовремя вот и вот сейчас знаете такая четкой корректности деловая появилась во всяком случае таких в достаточно верхних сферах нашего управления еще минуту в минуту все подготовлено все интересно готовы то есть без лишней болтовни это очень правильно ну и надо тоже привыкать такому вещи что в 15 часов назначено но должно начаться они ждать 15 минут опоздавших закрыть дверь на ключ провести совещание с небольшим составом сотрудников но принять такие решения чтобы опоздавшие пожалели об этом собственно также на лекциях я лично всегда так делаю на первой лекции предупреждаю студентов что у меня лекция в 9.40 начинается они начинается заход студентов аудиторию на следующей лекции 9.40 закрываю ее изнутри и не обращаю внимание на крики мольбы пустить эту к сумку возьму лекция кончится возьмешь на следующей лекции придешь за 10 минут до начала так и должно быть уважаемые коллеги значит то ли возраст наступил иногда начинаешь обращать внимание на возраст раньше как не замечал однажды меня на новодевичем кладбище в москве да я не раз там бывал обычно прихожу на могилу авиатор знаменитых туполево поликарпово поликарпов был король истребителей великий конструктор наших советских истребителей вот и вот где-то ну лет там семь назад прочее я вдруг обратил внимание на даты его жизни он умер в 51 год став великим конструктором мирового уровня королем истребителей а мне тогда было бы что-то уже 53 что лечет около этого иначе впервые задумался да финиш тоже близко что сделано для бессмертия ломоносов прожил 54 года до пенсии горис не дожил по нынешним понятиям но он великий ломоносов а вот ньютон ньютон прожил 85 лет но заметьте мы знаем ньютона как физика там математика великого но вообще-то он был богословом на тринити колледж колледж святой троицы в кембридже он там возглавлял кафедру физики и собственно там учились очень многие религиозные деятели папы там будущие и так далее вот именно в тринити колледже и ньютон считал себя богословом он был так восхищен картиной мира солнечной системой созданной господом хотел описать математически и делал это открывал закон тяготения дифференциальное интегральное исчисления тот считал каким побочным продуктом его чуть ли не заставляли коллеги публиковать эти его труды вот и вот труды богословские забыты в частности книга толкование на апокалипсис а ньютон физика ньютона математика ньютона и сейчас лежит в основе современной физики вот 85 лет но что забавно опять же да мы видим в кабинете физики с едой джентльмен такой на портрете саак ньютон чем палаты лордов потом был до конца жизни но все эти открытия которых мы знаем он сделал в 26 лет в возрасте современного аспиранта а вот потом даже что-то не знаю может я просто еще не знал начитал как бы в науке то он может уже особо не блеснул в палате лордов заседал но говорят выступил только один раз он попросил слова и сказал джентльмены нельзя ли закрыть окно очень дует и больше он там ничего не произнес но 85 лет прожил но кажется он в первой можно сказать третьей жизни сделал главное дело своей жизни который мы вспомним до сих пор вечного станет самым памятником а если спросите какой у него индекс цитирования хирша был тогда же вызвать смех он просто ньютон какой индекс цитирования этим бредом нас сейчас очень занимаются увлекаются и заставляют ученых писать любую ерунду лишь бы опубликоваться в индексе хирша доиграем уважаемые коллеги еще о казанских улицах я свое время мне довелось несколько лет жить на улице мавлютова там на горках но поскольку игры в традиции тогда уже была эта святая что улицу назвали в честь кого таблички никого не вешают но я как не интересовался может этим но мавлютов мавлютов сейчас устал интересоваться связи с этой программой рубрикой почитал оказывается хусаин погаудинович мавлютов ну полковник рабочкрестьянской красной армии очень типичная биография для людей того поколения с крестьянской семьи первая мировая война госпиталь ранение или просто большевистские агитаторы но вот он значит принимает статистические идеи но и становится военачальником красной армии полковником воевал был даже военным атташе военным дипломатом в иране свое время но потом 37 год где его собственно и расстреляли как очень многих кого задело кого не задело но была такая трагическая история что летна в нашей великой истории как даже совпадает да что мавлютов улица братьев косимов недалеко но братья косиму тоже были боеначальники одного брата расстреляли второй брат долгое время отсидел лагерях но как бы проскочил эту процедуру к сожалению счастью вот но то что горках как так получилось какой конгомерат улиц тех жертв 37 года которые были в чем-то ну командирами красной армии в том числе и хусейн мавлютов те кто на этой улице живет или проезжает ему не вспоминайте не зря же называли имя достойного человека вот целую улицу в казани до свидания